Никто, в принципе, не знает, что было на уме у Путина. Может, он планировал за несколько недель закончить войну. Я не вижу смысла говорить об этом, что чеченцы воюют против Украины. Путина удалось сплотить все западные стадии, которые... Здравствуйте, дорогие наши зрители. Добро пожаловать на нашу студию. Сегодня у нас тема традиционная. Украина. Война в Украине. У нас сегодня в гостях наш постоянный гость, исследователь, аналитик центра Инсамер Мухаммед Ахиадов. Мухаммед, добро пожаловать на нашу студию. Здравствуйте. И сразу тогда перейдем к первому вопросу нашему. Вопрос такой. Почему Путин хотел быстрой победы в Украине? И почему у него это не удалось? Я думаю, в первую очередь надо отметить, что еще очень рано говорить о провале России в Украине, потому что только прошло, еще неделя не прошло с начала войны. Одна неделя прошла. Поэтому, я думаю, очень рано говорить об этом. потому что мы знаем, что Блицкриг может длиться и несколько дней, или несколько недель, даже и в некоторых моментах несколько месяцев. Поэтому никто, в принципе, не знает, что было на уме у Путина. Поэтому, может, он планировал за несколько недель закончить войну. Но пока что многие исследователи, аналитики говорят, что Блицкриг не удался. Но я, как уже отметил, и думаю, что еще очень рано говорить об этом, потому что я думаю, что мы только что видели еще первую фазу войны, которая, можно сказать, другая стратегия была. И, скорее всего, после этого, то есть в течение нескольких дней, я думаю, мы увидим уже такую новую стратегию по наступлению России в Украину. То есть на Киев, можно сказать, уже. И мы видим, что российские войска входят в Украину, но пытаются войти. Ну, в принципе, они уже вошли, конечно, но со стороны Белоруссии, то есть с севера, с востока и с юга, с Крыма. И, может быть, если, конечно, так скажем, полностью не удастся. То есть давайте лучше скажем так, что первой главной целью Москвы мы видим, что многие, опять же, аналитики говорят, что является поменять власть в Украине и посадить, конечно, вместо Зеленского туда более близкую к России власть. Ну, я думаю, тоже, опять же, очень рано об этом говорить, удастся ли России, не удастся. Я думаю, надо подождать и увидеть. Надо сначала, чтобы говорить о некоторых итогах войны. Еще очень рано. Поэтому есть разные сценарии, есть разные варианты. Допустим, даже если некоторые говорят, что даже Россия пытается полностью аннексировать Украину, и после этого Украина будет уже частью Российской Федерации. Или принудить чему-то. Или другой вариант, или принудить власть, то есть, получается, власть Зеленского, чтобы она объявила о нейтралитете Украины или даже поменять власть Зеленского, то есть, есть разные сценарии. Ну, это пока что, это только разговоры. Мы не можем знать, о чем идет речь в Кремле. Ну, я думаю, со временем уже увидим. То есть, по истечению некоторых обстоятельств, мы увидим, как уже меняется стратегия Москвы в Украине, в войне в Украине. То есть, пока что, если подытожить, я думаю, надо сказать, что еще очень рано говорить о итоге войны. Пока что говорят, что российские войска заняли Харьков, да? Сегодня утром была новость, что Херсон завоевали. Еще Херсон? Да, ну, со стороны Киева, то есть, со стороны Крыма. И такой вопрос. Как Турция помогает Украине? Чем помогает? Как о такой помощи Турции говорить очень сложно, потому что, как мы все знаем, Турция пытается поддерживаться позиции нейтралитета в этом вопросе. Конечно, Турция официально говорит о том, что она не согласна с этой войной, что она говорит открыто, что это война против Украины, что она поддерживает здесь позицию Украины, но все равно, как вы знаете, несколько дней, то есть, в начале этой войны президент Турции Эльдоган сказал, что мы не можем игнорировать ни Россию, ни Украину, потому что мы знаем, что с той и с другой стороной у Турции есть какие-то определенные отношения. Тесные и экономические, и политические отношения. Да, поэтому говорить о открытой помощи Турции и Украине, конечно, невозможно, но все мы знаем, что Турция, например, продает броны, байрактары, беспилотники. Беспилотники, да, Украине. Но это не является помощью, это обычный бизнес, так скажем. И если помните, мы на прошлой программе говорили с вами о том, что Украина всячески подчеркивала, что эти дроны являются турецкими, но в определенный момент, я думаю, терпение у Анкары тоже закончилось, и министр иностранного отдела Турции, Мевельчо Ушову, сказал, открыто заявил, что после того, как эти беспилотники были проданы Украине, они являются уже беспилотниками Украины, военной армии Украины, и говорит о том, что всегда подчеркивают, что эти беспилотники являются турецкими, это неправильно. И после этого... Сейчас уже не используют турецкие. Украинские байрактар ТБ-2 используют уже. После этого заявления Мевельчо Ушову, они, конечно, официально Киев, риторику поменял, но после начала войны я слежу, я вижу, что опять начинается та же риторика, что вот даже говорится, вот память мне не изменяет, или вчера, или сегодня начали тоже опять говорить, что будет новая поставка этих беспилотников. Я думаю, это не очень выгодно Анкаре, чтобы украинская сторона говорила об этом так открыто, потому что у Турции есть очень тесные связи с Россией, особенно экономические. Поэтому здесь, если опять же подытожить, то Турция поддерживается нейтралитет, хоть открыто говорит, что поддерживает Украину, то есть в плане того, что позицию Украины поддерживает, но здесь говорить о какой-то открытой помощи Украине мы не можем. Насчет заводов Байрактар в Украине, что можете сказать? Ну, этот разговор еще начался давно, несколько лет назад, когда первая партия поступила в Украину, там уже обсуждали вопрос о производстве этих Байрактаров в Украине. Некоторые говорят, что еще не начали, некоторые говорят, что начали совместно, то есть турецкая и украинская сторона уже производят вот эти Байрактары в Украине. Вот именно в Украине сколько Байрактаров есть? 12 или все-таки 14? Ну, говорят, что 14. Ну, я думаю, это совсем не важно, знаете, почему? Потому что хоть один Байрактар, если через этот один, то есть на одном Байрактаре, то есть бесплотники, если делать хорошую пропаганду, внешне не может думать, что Украина находится в руках, что там около 100 Байрактаров. Поэтому все, я думаю, зависит от риторики Украины. И на данный момент даже многие, опять же, исследовали, подчеркивают, что Украина всячески пытается втянуть, ну, конечно, на своей стороне в эту войну, Турцию. То есть всегда подчеркивается, что, допустим, турецкая сторона открыто заявила, то есть всячески напоминается, что Турция поддерживает Украину. Мы все очень хорошо видим, что Анкара этим не очень довольна. Потому что, я опять же подчеркну, что Турция придерживается официально ну, нейтралитета, да, то есть Турции совсем не выгодно вступать в эту войну. Турция закрыла проливы Босфор и Дарданелл для российских кораблей. Можете комментировать? Я поправлю вас, потому что Турция не закрыла только для российских. Для всех, да. Не для всех, а именно для сторон войны. И она закрыла эти проливы, исходя, это Черноморские проливы, исходя из конвенции Монтро 1936 года. Вы знаете, что эта конвенция дала полный суверенитет Турции на вот эти проливы, да, Дарданелла и Босфорский пролив. Поэтому, и мы, одна статья, если мне память, опять же, не изменяет, 19-я статья этой конвенции говорит, что Турция, если, она видит, что необходимо закрыть эти, во время войны между другими государствами, если она видит нужду, чувствует нужду, да, закрыть эти проливы, она имеет полное право. То есть, если коротко говорить, если сказать коротко, то Турция обладает полностью, полным суверенитетом над этими проливами. До этого, начиная с 1923 года, Турция полностью не владела этими, то есть, полным суверенитетом не владела над этими проливами. На данный момент, то есть, после 1936 года, после этой конвенции Монтро, Турция на данный момент владеет полностью, полным суверенитетом над Босфором и Дарданелло, поэтому Турция имеет полное право закрыть эти, но она закрыла для военных кораблей, надо это напомнить, не для гражданских или судоходов. То есть она, Турция, воспользовалась своим полным правом. Здесь не надо, я думаю, искать какую-то подоплеку, что Турция не закрыла против для обоих сторон, поэтому это надо подчеркнуть. Тема, который обсуждается прям так бурно, это кадыревцы. Почему Кадырев отправил именно бойцов Росгвардии в Украину и ответ чеченской диаспоры в Европе? Можете этот комментировать? Да, я понимаю, почему вы задавите этот вопрос, потому что особенно в Турции очень бурно обсуждался данный вопрос, и он обсуждался в таком аспекте, что как будто в Украину поехали воевать не кадыревцы, а чеченцы. Я понимаю, что кадыревцы, они являются все чеченцами, этнически они чеченцы. Есть и даже, если вы помните, в начале войны 23 или 24 февраля на площадь Грозная вывели около 10 тысяч бойцов-кадыревцев, и Кадырев там заявил, что он готов отправить в Украину свои войска. Но, опять же, надо подчеркнуть, что это не его войска. Да, они называются кадыревцами среди народа, но они являются официальными бойцами Росгвардии. Они военнослужащие России, Российской Федерации, поэтому подчеркивать здесь их национальность, принадлежность, то есть национальная принадлежность, я думаю, смысла нет. Во-вторых, это является, я вам могу со всей уверенностью сказать, что это полная пропаганда даже определенных таких сегментов СМИ. Если мне, опять же, память не изменяет, первую вот эту пропаганду начали именно телеграм-канал МАШ. Если кому-то интересно, люди могут погуглить и посмотреть, откуда растут ноги. Поэтому подчеркивать национальность нет смысла. Давайте посмотрим еще с этой стороны. Допустим, вот эти 10 тысяч человек. Допустим, у кадыровцы не 10 тысяч, а 20 тысяч. И даже если эти люди полностью согласны поехать в Украину, воевают за Россию, это очень малая часть, это 1% всего чеченского народа. Поэтому говорить здесь, особенно как в Турции на данный момент, до сегодняшнего дня говорили, и даже в Украине, что типа вот чеченцы воюют с украинцами, это неправда. Это настоящая пропаганда с российской стороны, поэтому это не выгодно ни самим чеченцам, ни украинцам. Я не вижу смысла говорить об этом, что чеченцы воюют против Украины. Ну, европейские чеченцы, которые добровольно записываются в украинскую армию. Ну, не в украинскую армию. То есть, да, там какая-то часть диаспоры заявила, что они готовы отправить туда людей, что люди готовы туда отправиться воевать против России, но... На словах пока что... Нет, нет, с 2014 года после аннексии Крима мы знаем, что на стороне Украины какие-то чеченцы, то есть именно, допустим, есть, кажется, отряд шейха Мансура, отряд, опять же, Дудаева, под такими названиями есть какие-то отряды, но это небольшое число людей, это... Я полностью, я не владею, сколько там людей, не знаю, сколько там число людей, да, воюют против России. Они, например, воевали против Крыма, они воевали на Донбассе против России. Поэтому эти части уже были там, то есть из европейских стран туда приезжали некоторые люди, но это небольшое число. И наш последний вопрос. Почему так быстро сплотились западные страны, европейские страны? Как думаете, что стало причиной такой быстрой реакции Запада? Если помните, когда вот все вот эти несколько, не несколько сотен, вот за около ста тысяч, да, военных приблизились к границам Украины, Запад, особенно Соединенные Штаты Америки требовали, чтобы Россия отвела свои войска от границы с Украиной. И тогда даже сам Запад и Соединенные Штаты Америки открыто говорили, заявляли, что если Россия не начнет такую масштабную войну против Украины, то есть если дело закончится на Донбассе, то они не будут такие, вводить сильные санкции, да, такие жесткие, то есть консанкции. И говорилось о адских санкциях, да, Байден заявлял. В принципе, я думаю, да, Байден открыто говорил, что Россия планирует завоевать и Киев, и полностью Украину. Но большинство исследователей говорили, что дело закончится на Донбассе, то есть, да, Россия признает или захватит Донбасс, аннексирует, и дело на этом закончится. Если реально дела были бы так, то я думаю, например, Россию не исключили бы из Сфифта, из системы Сфифта. Я думаю, сегодня позиция Германии была бы другой. Но так как дело так не закончилось, а мы видим, что началась полномасштабная война в Украине, мы уже видим, что даже Швец, Швейцария, которая традиционно с 1815 года, то есть, больше, более уже 200 лет, придерживается нейтралитета, сами подумайте его, да, 200 лет придерживается нейтралитета, она уже изменила свою политику, то есть, понимаете, насколько серьезно все это дело зашло. И даже в Швейцарии пришлось изменить свою традиционную политику. Также Германия, Германия, которая всегда, ну так скажем, да, мягко говорила с Москвой, она даже изменила свою риторику, и она, которая до сегодня, 24 февраля, то есть, до этой войны, которая даже запрещала, допустим, как Польше продавать свои, свое оружие Украине, она уже разрешила это. Сама она, как вы знаете, отменила, например, проект Северный поток-2, да, приостановила, так скажем, не отменила, а приостановила. То есть, мы видим, что после, вот это как, 24, после 24 февраля, как началась полномасштабная война, как вы уже сказали, реально западные страны сплотились. То есть, это какой-то парадокс, понимаете, Путину удалось сплотить во все вот эти западные страны, которые на протяжении долгого времени, даже, допустим, даже после аннексии Крыма не смогли договориться между собой, но на сегодняшний день Путину это очень даже хорошо удалось. Знаете почему? Потому что одно дело Донбасс, а совсем другое дело это Украина, полностью Украина, да, а сегодня, на сегодняшний день здесь продолжается полномасштабная война. Поэтому, конечно, у другого варианта, у Запада, я думаю, не было. Спасибо за беседу. Спасибо вам. До следующей встречи у нас в студии. До свидания.